По рекомендациям Роспотребнадзора музеи в России должны открыться в середине июля. В Московской области с началом лета для их сотрудников закончился период самоизоляции, и сейчас они готовят учреждения к работе в новых условиях. А в Щелковском историко-краеведческом музее даже успели развернуть две выставки, которые ждут своих посетителей. Об одной из них – русский космос. Расскажем сегодня. Валерий Воробьев и Анна Андрианова – творческая семья из Сергеева Посада. Давние друзья музея, они уже участвовали здесь в нескольких выставках, правда по отдельности. Теперь их искусство представлено совместно. Валерий – художник и скульптор, Анна занимается керамикой. Заглавная картина экспозиции – русский космос. Однако она лишь частично оправдывает ожидания увидеть на выставке ракеты, спутники и Гагарина. Русский космос, уверены авторы, понятие намного более широкое, чем межпланетное пространство и космические корабли, которые его бороздят. Космонавт в валенках на фоне лоскутного одеяла и деревенского пейзажа – визуальное его воплощение. Для меня это такое пространство, в котором живет человек, и в частности русский человек с его культурой, музыкой, с тем, что наполняет твою действительность и твое бытие каждодневное. Это скорее философское название русский космос. Это вот это все пространство культурное, в котором мы живем, наши корни, наше будущее. И все это переплетено, и вот я считаю, вот это и есть русский космос. Валерий признается, что значительное влияние на его творчество оказало место, где он живет – старинный русский город Сергиев Посад и его культурные традиции. Поэтому и появляются на свет деревянная лубочная скульптура, живописи, графика в том же этническом стиле. И когда я занялся деревянной скульптурой, у меня подход был такой именно – не преодолевать форму, а следовать за ней. Поэтому они такие немножко чуркообразные, бревенчатые. Ну, то есть форма дерева остается вот эта изначально. Одна из работ называется «Великий князь». Это собирательный образ в русской истории и культуре. Его большой брат установлен в Томске. Мы были с женой два года назад на большом симпозиуме парковой скульптуры. Мы такого «Великого князя» сделали там, по-моему, четырех- или пятиметровый. Анна Андрианова тоже впитала в себя энергетику родной земли, родонежья. Родилась и выросла в городе Ходьково. Училась в Абрамцевском художественно-промышленном колледже. Работает реставратором керамики в музее-заповеднике Абрамцево. Даже жила много лет на улице Майолик в Ходькове. Есть там такая. С тех пор Майоликой и занимается. Это глина, расписанная цветными глазурями. Говорит, что результат при всей его предсказуемости часто неожиданный. И это в нем самое привлекательное. Большая часть глазури, она до обжига другого цвета. И когда ты расписываешь, ты все время должен держать в голове и представлять, как это получится после обжига. То есть хорошо знать, какой это будет цвет после, например, температуры 1100 градусов или 1000 градусов. Обжиг он сплавляет и преображает то, что ты сделал руками. И таким образом он является и соавтором. В работах Анны красота окружающего мира, незатейливые натюрморты, цветы. Значительное место занимает тема Абрамцево, которую она видит в разные времена года. Вот распускающийся бутон. Работа называется «Абрамцевская весна». Или выполненная в технике дровяного восстановительного обжига композиция «Декабрь» в Абрамцеве. Благодаря дровяному обжигу, мне кажется, здесь появилось вот это ощущение такого, знаете, серого дня в декабре. А то, как сплавились глазури на дне вазы, дает вот это ощущение прудов. Это образ прудов в Абрамцево. Это то, что мне хотелось передать. Вот это ощущение глубины и состояния. Есть на выставке в музее и совместные работы супругов. В частности, вот работа «Космический ветер». Ее слепила Валера. В ней виден его почерк, характерный для него, который у него и присутствует, и в живописи, и в деревянной скульптуре. А я покрасила ее цветными глазурями. Ну, естественно, все это обсуждается всегда. Выставка «Русский космос» пока закрыта для посетителей. Но подготовка к встрече с ними идет полным ходом. Авторы обсудили с научным коллективом историка Краеведческого музея будущую экскурсию. Музей даже выпустил сувенирную продукцию – плед, сумки, платки, чтобы гости смогли забрать на память частичку «Русского космоса». Конечно, очень много новых работ интересных, как утилитарного плана, так и дизайнерских, которые украшают наше жилище и которые радуют глаз. Мы очень тщательно готовились к этой выставке. Нам хотелось очень красиво ее подать, показать. И все-таки надеемся, что музей откроется и посетители смогут увидеть эту выставку. Анна Андрианова и Валерий Воробьев согласились оставить выставку в музее до 2 августа. К этому времени все надеются, ограничительные меры точно будут сняты. Ирина Микеда, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...